Всем привет, с вами Светлана Никитичук, и я решила продолжить серию видео про наш выезд за границу, вынужденный выезд за границу, и в первой серии я рассказала о том, что в Украине началась война, и очень много людей вынуждены были оставить свою родину, свои дома, много женщин вынуждены были оставить своих мужей, родителей, для того, чтобы отвезти своих детей в безопасное место. И в первом видео я показала, как мы уезжали из Украины, приехали в Молдавию, из Молдавии в Румынию, и, собственно, видео я снимала из Румынии, из больницы, которую приготовили для того, чтобы беженцы могли оставаться на ночлег. В этом видео я расскажу, как мы ехали дальше, куда мы в итоге приехали. Сейчас мы уже находимся на этапе оформления документов, я знаю, что многим этот опыт будет очень полезен, потому что люди продолжают выезжать, и проще, знаете, ехать уже по протоптанному пути, когда уже понимать, какие документы нужны, что нужно оформлять, где останавливаться, ну и так далее. Мы из Румынии собрались ехать напрямую в Польшу, в город Вроцлав. Спасибо вам большое! Мы уже выезжаем, мы оставили порядок, все сложили, сложили постель, помыли за свою посуду, вот, и с нами уже приехал автобус. Стоимость автобуса 2000 евро, чтобы доехать нам до границы Польши, это, ну, практически Польша с Германией, мы едем во Вроцлав, и так как мы сказали, что это для нас дорого, нам предложили оплатить 1000 евро, за нас оплачивает Румыния, и 1000 мы доплачиваем сами. Но есть варианты для украинцев добраться в любую точку Европы на поезде бесплатно. Очень много этой информации, я сейчас еще ее подтвержу и вам обязательно сообщу, что во всех направлениях Европа украинцам по украинскому паспорту предоставляет бесплатный билет. Можно было ехать бесплатно поездом, сейчас по украинскому паспорту предоставляются бесплатно поезда в любом направлении по Европе. Также есть 100 тысяч билетов от компании Визеер на самолеты, но это такая мизерная цифра по сравнению с миллионами людей, которые сейчас уехали из Украины. Поэтому не знаю, насколько вам повезет получить бесплатный билет на самолет, но по крайней мере в поезд вы точно можете сесть по украинскому паспорту. У нас было три семьи, это три мамы, пятеро детей и бабушка. Мы решили не искать какие-то бесплатные, но более сложные варианты, и мы наняли микроавтобус для того, чтобы нас довезли прямо под дом, куда мы ехали. Нам сначала поставили цену 2000 евро, и я понимаю почему, потому что это расстояние 1700 километров. И мы сказали, что такой суммы у нас нет. Спустя несколько часов опять румейны подошли и сказали, что вы можете заплатить 1000 евро, и мы вас довезем. Не знаю, может быть они просто скидку сделали, может быть они сказали, что они оплатили за нас 1000, не знаю, как на самом деле, но в итоге мы за 1000 евро наняли микроавтобус, который нас вот в комфорте вез в Польшу, в город Вроцлав. Наша большая компания собралась, мы едем дальше. Спасибо вам большое. Можно вас обнять? Дром Бонус. Ротати. Спасибо. Спасибо вам большое. Все, автобус, здравствуй. Мы поехали дальше. Из Румынии. Мы едем в Польшу, дорога у нас будет 17 часов. У нас была возможность оплатить микроавтобус. Но для тех, у кого нету такой возможности, поезда по всей Европе, для украинцев бесплатные. По дороге мы проехали как раз Карпаты. Я обязательно вот сейчас покажу все эти кусочки видео. Останавливались на заправках. Можно по своей украинской карте расплатиться, купить кофе или перекусить. Если вы не знаете румынский язык, а скорее всего те, кто живут в Украине, его не знают, вы можете общаться на базовом английском. То есть на любой заправке вас поймут буквально там несколько слов, что вам нужно или куда вы хотите. То есть вот базовый английский, в принципе, достаточно для общения. Мы остановились. Опять. Здесь какое-то есть кафе. Можно покушать. Мы не кушаем. Мы взяли с собой. Начался очень сильный снегопад. Мы едем прямо в сильный снегопад. На каждой заправке очень много наших, очень много украинских женщин. Они едут сами, своими машинами. Выбираются кто куда. Мы в Карпатах, с одной стороны, мы еще не были в Карпатах, со стороны Румынии. Остановились на заправке, сходить в туалет, умиться. Зная минимальный английский язык, в Румынии можно нормально с людьми разговаривать или что-то купить, что-то спросить. Даже на самом минимальном уровне. Мы еще едем из Румынии. И сейчас мы приехали в Карпаты. Наши Карпаты, только с другой стороны, с румынской. Дорога из Румынии в Польшу. Мы едем во Вроцлав. Занимает 17 часов. Ну, по крайней мере, нам так сказали. Мы ехали из Румынии до границы с Венгрией 12 часов. Практически без остановок. На границе с Венгрией граница есть, ее нужно пройти. Я, честно говоря, думала, что уже границ нет в Евросоюзе, но это была последняя граница. Было очень много машин. Там нет пешеходного перехода, только автомобильный. И знаю, что вроде бы сейчас уже, несколько дней назад, открыли еще пешеходный. Ну, на тот момент, это было ровно неделю назад, не было пешеходного. Мы стояли на границе 4 часа. Из такого приятного, то, что там тоже было много волонтеров, они подходили от машины к машине, предлагали кофе, предлагали... Все бесплатно. Предлагали еду, воду, чай. То есть вот они ходили в каждое окошечко, спрашивали, в чем вы нуждаетесь, и что вам нужно. Мы вам готовы помочь, вас накормить. Это очень приятно было. Скажу, что небезопасно выходить из машины. И вообще, в принципе, где-то, пока вы добираетесь до точки назначения, где-то вот оставаться одним. Потому что сейчас очень много на границе, на таможне появилось, скажем так, нехороших людей. И очень сильно воруют детей, воруют женщин. Я говорю, это не для того, чтобы кого-то сильно напугать, а просто призываю быть осторожными. Это значит, не уединяться, не ходить по одному, никому не отдавать документы свои, никому не показывать свои документы. Потому что волонтеры не имеют права проверять ваши документы, как бы подтверждать украинец свои или нет. Это не так. Лучше всего объединяться в группы. То есть вы переходите границу и смотрите, кто еще идет. Какие мамы тоже с детками. Подходите, говорите, давайте будем дальше вместе ехать. Группами. Группой не страшно. Подходите к палатке. Не просто разговаривайте с кем-то один на один, а к палатке, прям волонтерской. Подходите, говорите, мне нужна помощь, нужен ночлег. Волонтеров ни с кем не перепутаешь, однозначно. Какие-то такси или просто соглашаться на какую-то чужую помощь каких-то чужих людей, ну точно не стоит. Я говорю, вот только обращаться вот именно в такие местные волонтерские палатки, организации. Если вы везете деньги, не говорите об этом никому. То есть денег нет, бежала вот с чем было. Все, мне нужна помощь. И все. Вот ходят люди, это тоже волонтеры, разносят тепленький кофе, предлагают. Видите, везде помощь. Что бы еще добавила, у нас тоже такая была ситуация неприятная, которая меня очень сильно напугала. Мы перед венгерской границей, мы остановились на заправке. Уже было темно. То есть мы в 11 часов приехали на венгерскую границу, а это было, наверное, часов 10. Когда мы сделали остановку, к нашему микроавтобусу подошел какой-то мужчина. Он вышел из машины. Точно не украинец, но не знаю. В общем, номера были не наши, говорил на английском языке. И он спросил нашего водителя, кого он везет, куда он везет. Вот открыл сам микроавтобус, посмотрел, говорит, а тут только дети и женщины. Нет мужчин у вас? Не знаю, что он имел в виду, но было очень неприятно. Крайне неприятно было, очень страшно. После чего я попросила водителя больше не останавливаться до тех пор, пока я не попрошу это сделать. Вот. Нигде не останавливаться и очень быстро ехать. Потом приехали на венгерскую границу, на которой мы 4 часа простояли. И скажу, что это мы ее быстро прошли. Потому что за нами уже образовался хвост, и мои знакомые проходили за 12-14 часов по границу. Сейчас 2.21. Мы еще на таможне уже 4 часа. По украинскому времени это 3.21. Половина четвертого. Вот. Короче, таможня между Румынией и Венгрией большая. Мы остановились на заправке. Сейчас ночь. Даже не знаю, сколько сейчас Румынии. Даже скажу, сколько времени. 3.58. 4 утра по Европе. 5 утра по Киеву. Не сплю. Пугаю за водителем. И дальше мы ехали до утра, вообще не останавливаясь. Я не спала всю ночь. Я всю ночь сидела, просто бдила. Во-первых, потому что водитель ехал долго. Мы думали, что мы будем ехать 17 часов. В итоге мы ехали 26 часов. Без остановок водитель не спал. Плюс я переживала, что он где-то остановится, я не знаю, в туалет покурить. Вот, поэтому до утра не спала, пока не расцвело. Потом только немножечко, немножечко заснула. Мне кажется, где-то в 11 утра мы приехали во Вроцлав. 12, 12 часов дня, да. Мы выехали в 11 утра из Румынии. В 12 часов дня на следующий день мы приехали во Вроцлав. Скоро будет, по-моему, все-таки. Такой из Румынии. Она уже будет сидеть в Скраине. Проезжаем в Польшу. Мы на польской заправке. Удовольствие сегодня. Я прям сильно устала. Я вообще... Ну, еще немножечко. Остановились на заправке в Польше. И встретила девчонок, киевлян. Тоже, говорят, 24-го числа все проснулись в одно время. Весь Киев, вся Украина проснулась в одно время. И вот тоже бегут. Жалко людей очень. Мы уже приехали. Мы уже во Вроцлаве. Вот. И уже ждем под домом. Мы приехали в гости. Как раз привести себя в порядок. К моей подписчице. Приятно. Обязательно сделаем фото. Все, мы уже приехали во Вроцлав. Уже подходим к дому. Вот. И нас сейчас в приюте. А тут моя подписчица Лена. Она предложила. Только узнала, что мы едем сюда. Сразу же первая написала. Говорит, давай к нам. В общем, сейчас пойдем, приведемся в порядок. Выпьем чайку. Ух. Расслабимся. А через час. А через час. Мы едем дальше. На Германию. Мы остановились буквально на 2 часа. Только в нашей семье. Остановились у моей подписчицы из Инстаграма. Моя Лена, если вы сейчас меня смотрите, огромное вам спасибо. Вообще буду всю жизнь благодарна. Мы смогли покушать, помыться, привести себя немножко в порядок. Скажу так, перевести дыхание. И дальше нас за нами уже приехали. За нами приехали машины, наши друзья. И забрали нас. Следующий наш путь был 700 километров. Мы поехали в Германию. В город Вёрд. Так, третьи сутки мы в пути. Но мы уже в Германии. Нам осталось еще полтора часа. Сил, правда, уже нет совсем. Но еще чуть-чуть. Это моя клиентка, с которой мы долго работали. У нас выстроились очень хорошие отношения. Танюша, я знаю, что ты тоже будешь смотреть это видео. Я очень благодарна тебе и твоей семье. Сереже, огромное спасибо за то, что вы нам помогли в такой очень тяжелый период. Нас забрал муж моей клиентки и привез домой. Вот уже в 11 часов ночи или в 10, что-то такое. Мы уже были в конечной точке. Итого у нас дорога заняла 72 часа. Начиная вот из Украины, от нашего дома до места назначения. Где-то перекладными бесплатными, где-то с волонтерами, где-то платно, где-то подхватывали друзья. Вот так вот мы добирались. В следующем видео я расскажу обязательно о том, как мы оформляли документы. Потому что мы уже в процессе оформления. Как мы оформили детей в школу. Я все это расскажу, потому что многим это будет очень полезно. В этом видео я хотела сказать только одно. Что, во-первых, если вы уезжаете из страны, не бойтесь, можете уезжать. Не страшно, даже если у вас нет денег. Не страшно вообще. Потому что помощь колоссальная. Вас накормят, вас уложат, вам помогут. Второе, по украинскому паспорту. Весь общественный транспорт, поезда. В том числе автобусы в городе. Я не скажу за межгород, честно говоря, не знаю. Но автобусы в городе в любом, в любой стране бесплатные при предъявлении паспорта. Значит, если вы выезжаете, вы доходите до первой точки, где есть волонтеры, вас покормили, вы отдохнули, поехали дальше. Они спрашивают, я говорю, нас спрашивали в Молдавии, в Румынии, спрашивали, куда вы, куда вам ехать. Кого-то бесплатно. Если видят, что точка далекое назначение, они вам предложат платное перемещение. Но опять же, есть деньги, пожалуйста, можно ехать в комфорте. Если нет денег, вы всегда можете приехать на ЖД вокзал и получить бесплатный билет на поезд в любую точку по Европе. Также, что я хотела в этом видео сказать, надо быть аккуратными, надо быть осторожными, не доверять всем подряд, не уединяться, ни с кем не садиться в машину. Просто быть очень осторожными. И лучше всего знакомиться с такими же, как вы, объединяться в группы и вместе группами добираться дальше. То, что я хотела рассказать, слава богу, конечно, мы сейчас в безопасности, уже мы там на этапе оформления документов, работы и так далее, уже мы получили жилье. И об этом я тоже расскажу, как это все происходит. Но скажу, что я не могу сказать, что уже все хорошо, потому что нехорошо, потому что мы очень сильно переживаем, потому что в Украине идет война, потому что у нас там остались мужья, потому что там остались мои родители. Поэтому, конечно, пока эта ситуация такая, я даже не могу говорить своим подписчикам доброе утро, потому что вот пока война, оно не доброе. Не хочу очень длинными делать видео, лучше буду делать короткими, да, но вот такие вот по сути. Поэтому мы с вами встретимся буквально через пару дней в следующем видео, где мы с вами поговорим, как оформлять статус в Германии, какой именно статус оформлять, какие есть возможности у статусов, как помогает государство. И я расскажу вам про наше жилье. И до встречи с вами на моем канале буквально через пару дней. Всем пока! Еще добавлю, что если вы уезжаете сейчас со стороны, у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставить комментарий под этим видео, и я обязательно вам отвечу, помогу, подскажу. Поэтому спрашивайте, не стесняйтесь. Я этот путь уже частично прошла и прохожу его дальше, поэтому во многих вопросах действительно могу быть вам полезна.